На календаре 20 февраля, это значит, что буквально через неделю к нам заглянет, наконец, весна. Но весна у многих ассоциируется не только с теплом и любовью, но и с поступлением. А в последнее время к этому процессу присоединились и девятиклассники. Итак, куда поступать после девятого класса? Сегодня на этот вопрос в нашей студии ответит Нюргуна Соколова, руководитель отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Нюргуна Афанасьевна. Итак, куда можно поступить после девятого класса? Этот вопрос волнует, наверное, многих родителей нашей Республики. Ну, после завершения девяти классов образования можно поступить по образовательным программам среднего профессионального образования. К сожалению, у нас поступить на высшее образование после девятого класса невозможно, да? В этом году мы планируем набрать 2808 абитуриентов, то есть первокурсников, на бюджетные места. Так, это порядка 43% всего набора. Если мы сравниваем с прошлым годом, да, то в связи с высокой потребностью в этом году план набора увеличен на 609 мест бюджетных. Так, практически все, большинство образовательных учреждений среднего профессионального образования ведут прием на базе девяти классов. Традиционно у нас большой набор, значит, в Мирненском региональном техническом колледже, в Южно-Якутском технологическом колледже, это в городе Нерингрида, Алданский политехнический техникум и Алёкнинский техникум. Но если мы говорим о городе Якутске, то, конечно же, это автодорожный техникум, промышленный техникум, финансово-экономический колледж и колледж связи и энергетики. И когда начнет работать приемная комиссия? Ну, согласно порядка приема, значит, профессиональные образовательные организации сами определяют сроки сдачи документов, да, но это должно быть не позднее 20 июня. Ну, я бы хотела сразу отметить, что прием документов у нас продолжается до 15 августа по тем специальностям и профессиям, которые не требуют вступительных испытаний. А если вступительные испытания предусмотрены, то это до 10 августа. Ну, и до 1 марта все образовательные учреждения, значит, на своем официальном сайте, информационных стендах уже должны опубликовать порядки приема. То есть, получается, те ребята, которые в первый этап не смогли сдать ОГЭ, у них есть право на пересдачу, до конца августа, до 10 августа могут еще, как бы, у них есть шансы, да, поскольку это получается? Да, до этого периода прием заявлений продолжается. А все ли образовательные, профессиональные образовательные организации требуют документа сдачи ОГЭ? Нет, ни одна профессиональная образовательная организация не должна требовать документов сдачи ОГЭ. ОГЭ – это экзамен, который подтверждает освоение основной школы. И, значит, подтвердив эти знания, выпускник либо продолжает обучение в 10-11 классе, либо поступает в среднее представление образовательного учреждения. И получается, что без аттестата поступить на СПО нельзя. Ну, получается, таким образом, что выбор предметов, которые они сдают математикой русский, да, и плюс 2 на выбор, не будет играть никакой роли, да, для поступления в СПО? Да, не будет играть. Если мы говорим о вступительных испытаниях в СПО, то всего лишь имеются 44 специальности и профессии, специальности, по которым требуются, значит, вступительные испытания. У нас в республике это намного меньше, да. Нужно отметить, что это специальности, которые требуют каких-то психологических, физических, да, творческих способностей у абитуриентов. Вступительные испытания в форме тестирования могут проходить, да, собеседования, экзаменов устных либо письменных. Это тоже определяет каждое образовательное учреждение, да, поэтому нужно обязательно знакомиться с порядком приема. Ну, допустим, для того, чтобы обучиться на медицинскую сестру, обязательно нужно проходить психологические какие-то вступительные испытания, да, для того, чтобы стать дизайнером, творческие испытания. Ну, и есть ряд специальностей, по которым, значит, сдают нормативы. А в какой колледж Якутии самый большой конкурс? Ну, по итогам 2016 года самый большой конкурс у нас в Якутском сельскохозяйственном техникуме. Практически каждый десятый, подавший заявление в ИСПО, подал заявление в сельхозтехникум, да. Далее у нас наибольшей популярностью пользуется медицинский колледж. 1982 заявления, да, за весь период приемной кампании. По конкурсу заявлений нужно отметить педагогический колледж, где конкурс составляет 11 человек на одно бюджетное место. Также колледж связи и энергетики, 7 человек на одно место. Если мы говорим об УЛУСах, то это Южно-Якутский технологический колледж, где 6 человек на место. А вот сколько будут учиться ребята в колледже, которым поступают после 9 класса? Профессии и специальности среднего представления образования, значит, обучают по образовательным программам, которые разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, да. В отличие от общего образования, этих стандартов очень много и, соответственно, сроки обучения разные, да, от 10 месяцев до практически 4 лет, да. И при поступлении на базе 9 классов срок этот увеличивается. Если вы поступаете на специальность, то срок увеличивается на 1 год, да. И в зависимости от специальности, значит, будет либо это 2 года 10 месяцев на экономик и бухучет, да, либо это будет 4 года 10 месяцев на декоративно-прикладное искусство, допустим, да. А если мы говорим о профессии, то если автомеханик на базе 11 класса обучается 10 месяцев, то на базе 9 классов будет обучаться 2 года 10 месяцев. Ну, допустим, ребенок отучился, закончил колледж и хочет поступить в высшее учебное заведение. Нужно ли ему заново сдавать ЕГЭ? Нет, согласно порядку приема высшей образовательной организации, значит, вступительные испытания для абитуриентов, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании, устанавливает само образовательная организация высшего образования, да, но никак это не ЕГЭ. Поэтому поступление на базе традиционных экзаменов, которые устанавливает самообразовательное учреждение. Но, тем не менее, значит, обучающемуся колледжа техникума должно предоставляться право выбора сдачи ЕГЭ, да. Он может сам изъявить желание сдать ЕГЭ, а если он успешно сдаст ЕГЭ, получается, он получит аттестат. То есть он может не сдавать ЕГЭ после окончания колледжа, а может сдавать, да? А вот когда, если он не будет сдавать ЕГЭ и пойдет в ВУЗ после окончания колледжа, он пойдет общим потоком вместе с теми ребятами, которые только вот закончили 11 класс, или у них будет отдельная вот какая-то там волна поступления, как это вот объяснить? Нет, значит, они идут общим потоком, общий конкурс, да. И получаются сопоставимые баллы при вступительных испытаниях. А предоставляется ли ребятам, которые поступают в колледж из районов республики, общежитие? В соответствии с федеральным законодательством, да, конечно же, общежитие предоставляется, и нет ограничений на базе это 11, либо 9 классов, да. Но не во всех образовательных учреждениях имеются эти общежития, да, либо места ограничены. В первоочередном порядке, конечно же, заселение тех студентов-первокурсников, которые имеют льготные категории, да, то есть сироты, инвалиды, малообеспеченные. А стипендия? Отплачиваются, да, ребятам. Да, стипендия. Каждому первокурснику, который поступил на бюджетное место, предусмотрена государственная академическая стипендия. Размер ее в этом году, так же, как и в прошлые годы, индексировался и составил 1476 рублей, да. Но первокурсник получает эту стипендию до первой сессии. И сразу, общем, да? Ну, ежемесячно выплаты идут, да. После завершения, значит, первой сессии, в зависимости от того, как он успешно сдал эту сессию, будут определяться, либо он лишается этой стипендии, если получил двойку, либо тройку, да. Либо он продолжает получать стипендию, если он всю сессию, значит, закрыл на 4 или 5, причем, значит, стипендия будет повышенная. Что ж, огромное спасибо вам за подробную беседу. Я думаю, многим нашим телезрителям, родителям стало теперь ясно, куда поступать после 9 класса.